Высказывайте своё мнение. На волне 14.30 и.м. Будь в центре событий. Добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире радионародная волна Чикаго. Вы нас можете слышать на частотах 14.30 и.м. 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 Можете нас слышать на нашей веб-страничке www.radionvc.com И, конечно же, на нашей странице Facebook Radio NVC. Ну и обязательно на нашем YouTube-канале Radio NVC. Опять же, зайдя на этот канал, пожалуйста, нажмите кнопочку регистрация или subscribe. И это делается именно для того, чтобы вы могли получать извещения о наших новых программах и о том всём, что происходит у нас в YouTube-канале. Для тех, кто пользуется приложением, вы можете загрузить его на свои электронные гаджеты типа iPhone, iPad и смотреть и слышать нас таким образом. Ну а те, которые пользуются телефонами системы Android, пожалуйста, через ваш браузер выходите на нашу страничку radio-nvc.com И, опять же, станете нашими участниками наших программ. Итак, в эфире программа «Неполиткорректное ток-шоу» Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Участники, как всегда, все вы, набравшие номер телефона 847-400-5200. Заранее хочу еще раз поблагодарить Сергея Зацепина за создание такого замечательного шоу. Ну и, конечно же, за то доверие, которое мне оказывает, давая мне возможность вести это шоу. Это действительно очень приятно, и я с большой благодарностью к этому отношусь. Вот, поэтому, дорогие друзья, «Неполиткорректное ток-шоу» Сергея Зацепина. Темы у нас сегодня, ой, целый воз и еще тележка. Ну а работать мы сегодня будем так. Сейчас мы идем с нашим «Неполиткорректным ток-шоу» первая его часть до часу дня. Потом в эфире будет программа Элеоноры Гройсман «Свидетели Холокоста». И в два часа «Неполиткорректное шоу» вернется в эфир, и мы продолжим наше общение. Итак, ну, все мы, я думаю, уже успели немножко переварить все то, что произошло вчера. Я имею в виду слушание в двух комитетах, в юридическом и в комитете по разведке. Все были свидетелями вот этого, ну, я вам скажу честно. Вы знаете, я это с абсолютно четким сознанием и пониманием могу назвать чисто цирком. Почему? Потому что очень многие люди, вот я уже слышу, и в Фейсбук начинают ставить посты, и на радио, на различных телевизионных каналах, как люди говорят, что вот нам так жалко Баб Малера, вот он оказался таким каким-то немощным, каким-то таким вот несобранным, потерянным и так далее. Уважаемые друзья, я не могу согласиться с теми, которым жалко этого человека. Объясню почему. Значит, этот человек, который, давайте сделаем так, разделим, как говорится, до и после. До того, как он стал специальным прокурором или согласился стать на должность специального прокурора, единственная заслуга этого человека была в том, я имею в виду достойная заслуга, действительно, была в том, что он с честью и верой и правдой служил, как говорится, Отечеству во время Вьетнамской войны. Он действительно воевал, он воевал хорошо, он воевал честно, порядочно, не замарав честь мундира. За это ему честь и хвала. Все то, что происходило потом в дальнейшем, оно именно вот все это и вело к тому, что произошло с ним два года тому назад. То есть он стал специальным прокурором. Почему? У него на его счету такое количество человеческих душ, загубленных, в прямом и в переносном смысле, на его счету, на его совести такое количество обмана, покрывательства и так далее, что вот это все, чем он занимался, включая свое сотрудничество с Эндрю Вайсманом, включая свою дружбу с Джеймс Коми, причем те, которые из вас имели возможность посмотреть слушание, когда ему задал вопрос республиканец, скажите, пожалуйста, насколько тесной была ваша дружба с Джеймсом Коми, он растерялся. И в первую секунду все, что он мог ответить, это, ну, мы издалека как бы сотрудничали в ФБР. В то время, когда все знают о том, что они были очень близкие друзья и друг друга тянули за уши, мало этого, они оба, как это сказать так, чтобы покультурней, они оба раздевали нашу страну, выписывая контракты. Лакхид Мартин, есть такая компания, которая производит, ну, вот, электронику, производит летательные аппараты, производит, в общем, короче говоря, очень такая большая, крупная компания в сфере обороны или в сфере производства оборонных средств, скажем так. Так вот, когда Джеймс Коми стал одним из директоров совета, директоров этой компании, то Роберт Мауэр, будучи директором ФБР, он сливал в эту компанию контракты, причем сумасшедшие, многомиллионные, даже миллиардные контракты, именно потому что Джеймс Коми и он были очень близки, они были друзья и причем самое интересное, что все об этом знают. Так вот, когда Баб Мауэр заявил о том, что они, в принципе, где-то так издалека сталкивались как сотрудники, видно вот тот адвокат, который сидел рядом с ним, он ему сказал, ты должен сказать правду, потому что иначе зацепят и посадят. И он тут же сделал вид, что он как бы, о, вы знаете, я забыл, мы с ним очень близко дружили, понимаете? То есть вот в этом вся суть Роберта Мауэра. И когда мне говорят, что ну вот он же не был, как фактически оказалось, он не был как бы у руля, он был свадебный генерал или подставное лицо, дорогие мои, его что, в Коми туда привели, на эту должность, он же понимал, на что он идет. Он прекрасно понимал, как это будет выглядеть и с чем это будет связано. Другой разговор, ему, наверное, пообещали, вот тот же Эндрю Вайсман, ему, наверное, пообещал, ты не волнуйся, ты давай принимай должность, а мы тут этого Трампа и его семейку порвем как тузик грелку, и все будет в шоколаде. И вот на это Мауэр повелся. Он посчитал, что он сможет выслужиться в конце своей карьеры, получит теплое местечко, вот как Бреннан, не Бреннан, прошу прощения, да, Бреннан, как Клэпер, как Коми, получит теплое местечко где-нибудь на телестудии, типа CNN или MSNBC, и будет себе спокойно доживать, зарабатывать деньги. И вот это, к сожалению, не случилось, но это не умаляет его вины в том, на что он пошел. Поэтому пытаться меня убедить в том, что он такой несчастный, и нам его жалко, не надо, не надо его жалеть. Вы лучше пожалеете тех людей, вот типа генерала Флэн, пожалеете того же Пол Мэннефорд. Хотя Пол Мэннефорд, да, он в свое время нарушил закон, он действительно нарушил закон, но тем не менее, ведь его уже один раз судили, и это дело как бы оставили в покое, потому что посчитали, эх, не такая уже была эта большая проблема. Тем более, что вместе с ним этим же самым занимался Тони Подеста, который работал на Хиллари Клинтон, в принципе. Верей, брат человека, который работал на Хиллари Клинтон. И тем не менее, почему-то посадили одного Мэннефорда. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Нет, не говорите. Так вот, если учесть то, что вот эти люди сели практически ни за что. Флэн Мэннефорд, Майкл Коун, вот какой бы он ни был негодяй, да, вот он действительно, ну, негодяй. Был, продал президента за, как говорится, понюшку табака. Занимался всеми вот этими криминальными действиями в виде, там, этих бендальонов в Нью-Йорке, такси бендальонов, ну, и так далее. Но, тем не менее, ведь он, его посадили фактически по делу, которое абсолютно не связано было с тем, чем занимался Малер и его команда. Мне вот сейчас только что принесли имейл. Сейчас, почитаем. Так, значит, вопрос. Была ли какая-то реакция нашего генерального прокурора по поводу слушаний? Уважаемый Евгений, реакции пока еще не было, и я не думаю, что она поступит. Реакции... Вы поймите, человек, наш генеральный прокурор, он тем и хорош, что он очень порядочный, он очень... Такой законопослушный, честный человек. То есть, он не будет заниматься танцами на костях. Он уже сделал то, что он должен был сделать. Он дал распоряжение Джану Дурэму заниматься расследованием. Он ждет ответа от Горовца. Ну, и я думаю, что этот Хьюбер, которому еще Сэшенс поручил, вряд ли мы от него что-то услышим, не зная, чем он там занимается. Ну, пока что от него, как говорится, молчит, как рыба об лед. Вот. Но, тем не менее, Уильям Барр, он не будет сейчас давать никакие свои мнения по поводу того, что там произошло. Во-первых, начнем с того, что все-таки до того, что Малер стал, принял на себя обязанности специального прокурора, он и Барр, они были друзья, они были сотрудники, они были коллеги, у них были хорошие отношения. И поэтому вряд ли Барр сейчас будет заниматься какими-то оценками того, что произошло на слушаниях. Поэтому я бы этого особенно не ждал. Ждать мы будем три вещи. Мы будем ждать рапорт Горовца, мы будем ждать рапорт Дургама. И мы вот, когда эти рапорты поступят, мы будем ждать дальнейшего развития этих ситуаций. Единственное, что Барр сказал заранее и абсолютно официально об этом сообщил, что если на то, если это понадобится, то будут выданы обвинительные подозрения в обвинении. Обвинение в подозрениях на соучастие вот этого всего цирка. И тогда уже будут действительно идти судебные следствия и разбирательства. Поэтому, ну, я не думаю, честно. Вот не думаю, чтобы Барр решил что-то комментировать. Итак, продолжая дальше разговор о Мауэре, я, вы знаете, вчера, вот мы с Сережей это обсуждали здесь же в эфире. И я еще после этого, ну, я люблю анализировать ситуации, просто смотреть вот разные выходы из каких-то ситуаций. И, вы знаете, вчера мы обсуждали это с моими друзьями на Фейсбук, вот эту всю проблему. И так интересно получилось, вдруг как-то в мой разговор с моими друзьями втесалась женщина-американка. Я не знаю, чья она подружка и каким образом она попала именно вот в наш разговор. Но, тем не менее, ее комментарий был такой. Вы знаете, меня прямо всю перекривило от той лжи, которая поступала от республиканцев и от Трампа все эти два с половиной года. Я это прочитал, честно, раза три. Почему? Потому что я как-то не мог поверить, что человек еще до сих пор может вот так к этому относиться. Я решил задать ей вопрос, я не демократ, то есть я никого не обзываю, не вступаю ни в какие политики грязи. Я у нее спросил, скажите, а вы бы мне могли немножко как-то объяснить свой вот этот комментарий более обширно? Потому что просто так обвинять людей во лжи, огульно, ну это как-то даже некрасиво. На что последовал абсолютно такой ответ, которого не то, что я честно не ожидал. Вот честно. Но я даже просто удивился. Человек мне сказал, я с тобой не собираюсь. Это все по-английски. Прошу понять, что это я разговариваю с американкой. На что она мне сказала, я с тобой не собираюсь ругаться, я с тобой не собираюсь спорить. Но посмотри, как Трамп врал по поводу того, что там не было никакого препятствия правосудию. И как республиканцы все его защищали. Я ей написал еще одно сообщение. Скажите, пожалуйста, какое, то есть вы о каких препятствиях вы говорите? На что она так фыркнула, ну, как это возможно на Фейсбук. И все. И она просто исчезла. То есть я не понимаю, я не знаю, ли это настоящий человек, может быть это какой-то тролль, не знаю. Но, тем не менее, меня это навело на очень печальную мысль. Если это не насмешка, если это не шутка, вот вы себе представляете, насколько люди абсолютно пропитаны вот этой верой в СНН, верой демократической партии, вернее ее элите. Все верой, в принципе, в левые средства массовой информации. Вот честно. Знаете, страшно. Если таких людей, а я знаю, что такие люди есть, и их немало. Вот вы себе представляете, насколько тяжело с этим совсем бороться, и как это, насколько тяжело, это доказывать какую-то противоположную сторону. Если вот человек просто вышел, ляпнул и спрятался. Кстати, мне это напомнило несколько наших радиослушателей, не будем их называть поименно, но тем не менее. Вот примерно где-то вот такая вот ситуация. То есть выйти, ляпнуть и повесить трубку. Так вот, на какую мысль меня навела вот эта вот ситуация? Смотрите. Несмотря на то, что все кричат, что Мауэр, конечно, выглядел очень непристойно или очень как-то жалко. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу только одно репута сказать. Пожалуйста. По поводу республиканской партии, которая расписалась в своей беспомощности, начиная от Джонсона Линдона, потом и так далее, Маккейна и Ромни, они совершенно бесцветные личности были. И вот теперь пришли к этому итогу. Да. Да, вы абсолютно правы. Предатели и прочего, понимаете? И сейчас в двух шагах от доминирования, так сказать, телевой партии, которая, в принципе, к сожалению, поддерживается всей молодежью, следующим поколением. Вот это самое страшное. Да. Вы абсолютно правы, к сожалению. Но, тем не менее, вы правы. И поэтому с этим как-то нужно постепенно... С этим надо было начинать бороться еще, по крайней мере, лет 20 назад. Ну, знаете что, надо было бы... Сразу после Рейгана. Надо было бы... Я к этому отношусь очень стрёмно. Почему? Потому что хорошо быть умным, как моя жена потом. Нет, ну, для меня-то это было понятно уже давно-давно, потому что разрешили красные профессуры уже последние 50 лет вот так вот взаимодействовать. Ну, послушайте, что значит разрешили красную профессуру? Значит, это, опять же, страна, которая зиждется на первой поправке. Свобода слова. Им же не разрешили. Их же никто не приглашал просто так. Я понимаю. Я понимаю. Но, с другой стороны, вот сейчас любой нормальный преподаватель, который идет в университет, его проверяют прежде всего на политическую лояльность. Если он нет, значит, его не возьмут. Вот и все. Это уже другой разговор. В таком случае они должны, понимаете, я против, вот клянусь вам, я с вами согласен, вы не поймите меня неправильно. Да нет, я понимаю, чем есть. Я просто немножко, так сказать, сутрируюсь. Да, понимаете, я против того, что вот если он не подходит, его не возьмут. Ну, как его не возьмут? Ну, пойдет, возьмет адвоката и придется доказывать, что мы поступили. А потом ему создадут такие условия. А потом будет опять суд и опять будут доказывать. Опять. Вы понимаете? То есть, если... Нет. Скажите, вот если вы приходите на работу и вам создают покружение такое условие, что он невыносимый станет, с нами уйдете. Правильно? Нет. Нет, вы меня не услышали. Нет. Еще раз, вы меня не услышали. Если мне создают условия, зная свои права, я имею полный... То есть, я могу оттуда уйти, но только с хорошей кубышкой денег. Понимаете? Потому что для этого существует... Если вас начнут травить со всех сторон, то у вас будет такое психологическое состояние, что вы вынуждены будете против убирать. У меня этого психологического состояния не будет. Еще раз. Вот вы просто меня очень плохо знаете. Потому что я такой человек... Ну, не все же такие. Это другой. Мы же сейчас говорим обо мне. Ну, это я пример, так сказать. Я понял. Я говорю, что в принципе преподаватели, они, так сказать, более другой структуры, а не другие структуры у них. Значит, смотрите. Преподаватели, во-первых, не все колледжи сегодня, давайте будем говорить честно, не все колледжи направлены... Я говорю, университеты в основном. Не университеты, не все университеты... Не все, да. Не работают в этом уровне. Поэтому у профессоров есть выбор. Если он пытается попасть в UC Berkeley, будучи консерватором, но это нужно быть полным идиотом. Это все равно, что идти по минному полю с закрытыми глазами. Как раз именно об этом я говорю. Так, а зачем? Я не понимаю, зачем? Какой смысл, зная заведомо, что у тебя там просто ничего не получится, в лучшем случае, ну, чего туда переться? Зачем переться в закрытую дверь? Вот это я не понимаю. Почему нужно ломиться в закрытую дверь, когда полно открытых дверей или хотя бы полуоткрытых? Значит, происходит ситуация какая? Человек, который сегодня... Вот у меня есть, клянусь, допустим, мой двоюродный брат, он профессор в Принстоне. Профессор ядерной физики в Принстоне. Окей? И жена его профессор математики в Принстоне. И абсолютно все нормально, все хорошо. Знаете почему? Он не лезет ни в какую политику. Он ученый. Правильно. Да, да. Ну, а Принстон, тем не менее, это радикально левый университет. Но он не лезет в политику. Он, знаете как, ему нужно не нюхать, его нужно учить. И он учит. И то, как он учит, им абсолютно подходит. И его никто не травит. Он уже там работает, мамочки, наверное, лет 30 в Принстоне. Вот, пожалуйста. Поэтому, понимаете, когда идет разговор предметный, я... То есть, не нужно было их допускать. Ну, что значит, окей, а как их не допустить? Ну, вот вас сегодня можно куда-то не допустить по закону? Нет. Закона нет, а понятия, по понятиям можно. А, по понятиям... Ну, к сожалению, здесь не те понятия, как у нас. Спасибо большое. Итак, мы сейчас уйдем на рекламную паузу. Мне очень приятно было с вами разговаривать, если честно. Почему? Потому что я вас прекрасно понимаю. И я просто почему с вами спорил? Только по одной причине. Я не хочу, чтобы у наших радиослушателей создавалось какое-то ложное мнение или ложное понятие по поводу чего-то. Поэтому мы можем с вами обсуждать гипотетически любую ситуацию. Но концовка манечка должна быть конкретной. Итак, оставайтесь с нами. Продолжим буквально через несколько минут. Мы возвращаемся в программу Сергея Зацепина. Неполиткорректное ток-шоу. Как всегда, спасибо всем огромное за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете. Кстати, всем привет на YouTube. Привет-привет. Всем привет на Facebook. И, конечно же, всем тем, которые нас слушают по радио. Ну, или на нашей веб-страничке. Ребята, спасибо всем огромное. Получаю от вас сообщение. Вот очередное сообщение пришло от одного из наших радиослушателей на YouTube, который просит рассказать немножко об Энджу Вайсман. Я обязательно о нем расскажу, Майк. Слушайте внимательно. Сейчас я приму звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я с вами не совсем согласна насчет турки. Там же тоже студенты учатся. И там же особо тщательно промывают мозги. И вы говорите, зачем соваться туда нормальному человеку преподавать? Конечно, нечего соваться, его туда не примут, но оттуда выходят абсолютно коммунисты, что называется. Так в чем вы не согласны? Я имею в виду детей, которые туда поступают и выходят уже готовые в коммунистическую панель. В чем вы не согласны, Варвара? В чем вы не согласны? Я не согласна в том, что вы начали с того, что... Вернее, слушатель позвонил и говорит, что мы пропустили тот момент, когда начали там 50 лет назад начали туда коммуники поступать, преподавать. Вы говорите, нормальному человеку туда не просунуться. Вы говорите, зачем туда идти? Вот я не согласна. Идти туда надо... Варвара, пожалуйста, флаг в руки. А как сейчас остановить? И давайте разбивать лбы об закрытые двери. А как сейчас остановить? Уже что произошло, то произошло. А сейчас остановить тем, что нужно своих детей правильно учить. Вот и все. И нечего их совать в Беркли, если вы консерватор, если вы республиканец, нечего своим детям... Ну, они, наверное, республиканцы, наверное, и не суют в Беркли. Ну, так вот и все. Вот вы видите, вы сами себе отвечаете на ответ. Оттуда выходят коммунисты? Ну, окей, оттуда выходят коммунисты. Значит, своих детей нечего туда посылать. А зачем? Посылать детей для чего? Чтобы они там пытались сделать революцию? Лбы расшибут. Зачем их посылать? Ой. Понял. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, по-моему, Ларчик просто открывался. Так. Дело в том, что, когда, по-моему, в 63-м году произошла революция в Чикаго, их остудили, дали по шапке. С тех пор ссоры со своей компанией начали делать вот то, что сейчас происходит в университетах, в колледжах, соответственных преподавателей, так сказать, туда посылать. И даже теперь и в школах, и в детском саду уже все тоже продолжается. Все те же вливания в мозги. Окей, спасибо. Вы мне скажите... Спасибо большое. У меня внучка ходит в детский сад. Замечательный детский сад. Никто и никуда ничего не влияет. Не вливает. Но для этого же нужно иметь родителей, которые делают какое-то исследование, смотрят, что это за садик, кто там эти воспитательницы или начальные эти учителя. Ну, нужно же как-то немножко на себя брать ответственность. Дорогие мои. Ну, возьмите на себя. Вот мне сейчас будут звонить, и я больше чем уверен. Ну, а что нам делать вот у нас ребенок? Да ничего не делать. Воспитывайте ваших детей нормально. То есть вы их воспитываете так, теми людьми, которые бы вы хотели, чтобы они стали. А не давать им свободу, как говорится, выбора. Я просто вот честно тащусь, вот тащусь от понятия американца. Детям нужно дать свободный выбор. Ну, дайте, вот будете иметь. Понимаете? Для детей должна быть какое-то руководство к существованию. Хотя бы, ну, хотя бы до окончания high school, чтобы они уже, идя в колледж, чтобы они понимали, что их ждет, с чем они могут столкнуться и так далее. Ну, дорогие мои, если мы будем сидеть, и, как говорят американцы, ой, детям нужно дать выбор. Ну, дайте им выбор. И посмотрите, что с этим получится. А потом мы будем сидеть и говорить, как мы до этого докатились. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Анатолий, я три слова добавить хочу. Пожалуйста. Потому что я сказал раньше. Вся проблема в том, что воспитывать детей, это я всегда, так сказать, считал нужным. Но дело в том, что так не воспитаешь. Там у одних, то у других, все, там, пятое, десятое. Самое главное, чтобы у детей было привито критическое мышление ко всему. Вот если этого нет, тогда они будут подвержены всем влияниям. Абсолютно. Вот это вы абсолютно подписываясь под каждым словом. Ребенок должен четко понимать, что происходит. Убужденная, я еще, наверное, вообще с десяти лет уже так обладал этим. Но это уже, так сказать, не все же обладают. Не все. Но вот отсюда, то есть можно этим или обладать, или воспитать. А дело в том, что вот в колледжах и школах как раз они этим абсолютно специально не занимаются. Вот в чем дело. А я вам скажу. Нужны жиловцы, понимаете? Да, они этим не занимаются. Знаете почему? Потому что со времен, вот буквально ребенка, который закончил начальную школу, я имею в виду первые пять классов, вот в последующие годы им всем вдалбливают в башку одно и то же. Вы должны добиться того, чтобы ваши родители признавали ваш выбор. И эти дети потом приходят домой и говорят, listen, это моя жизнь, я ее буду жить так, я хочу. Это именно вот это вот долбление должно было, как-то сказать, ну, превентивно прививать критическое мышление. Вот в чем дело. Ну да. Потому что там его выбивают, потому что нужны бараны. Правильно, абсолютно. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я звоню вам из далекого Нью-Джерси. Ух! Джой-Зи! Да. Так, слушаем. Я бы хотела, у меня очень богатый опыт в борьбу, у меня старший сын, младшая дочка в этом году только закончила бизнес-колу Нью-Джерси. Который, как это значит, Нью-Джерси достаточно либеральный. И я действительно разбивала голову и в школе, и в колледже, немножко в колледже тоже об эту стенку либерально. Но я с 10 лет, с тех пор, как дети уже что-то соображают, я с ними работала. Я им рассказывала, многие родители, особенно эмигрантов, не хотят конфронт, они не хотят спорить с детьми, они боятся их потерять. Они боятся с ними договаривать, потому что они считают, что там их накрутят, друзья и так далее. И были случаи, когда действительно теряли детей, полностью теряли. Согласен. Они не хотят с ними ругаться, а я не боюсь. Ну, видите, проблема в том, что люди забывают, родители, многие забывают такую вещь, как закон хирурга. Иногда стоит сделать один раз больно, для того, чтобы потом человек жил нормальной жизнью. А мы об этом забываем, мы боимся, мы хотим быть их друзьями. Им не нужны друзья, у них друзей, как у дуракофантиков. Им нужны родители, которых они уважают, и которые бы им что-то объясняли, и чему-то их учили. Вот и все, вот в этом вся разница. Мы объясняли не только на том уровне. Вы не представляете, сколько в Грухлине мой сын 38 лет, и он сработает с ребятами из русскоязычной среды. Они ничего не знают ни про Сталина, ни про Ленина, ни про большевизм. Они ничего не знают, как папа с мамой им учили бульончик, винегритик, холодец. И это все, что они знают. Я смешно, конечно, но это грустно. Это грустно, действительно. Спасибо большое. Привет, там Нью-Джерси. Я, кстати, когда-то в далекой юности жил в Асболе парке. Так что, причем прожил, я там выдержал ровно 8 месяцев. Потом я оттуда сбежал. Так вот, понимаете, друзья, поэтому говорить о том, что вот наши дети, наши дети нормальные ребята. Просто работать с ними надо в том смысле, что не нужно выпячиваться, не нужно делать из себя активистов. Просто эти дети, все, что они должны знать, они должны понимать, что правильно, что неправильно, и правильно голосовать. Все. А все остальное, это уже дело техники. То есть, не нужно им бегать с флагами в руках, не нужно призывать людей на баррикады, не нужно вот это вот наше совковое понятие о том, что это нужно быть либо в оппозиции, либо там про Путина, про Путинцами или про Навальня, этими Навальняцами. Детей можно учить абсолютно спокойно, объясняя им, что правильно, что неправильно. Особенно, когда дети начинают работать, получают первую работу и видят, как из них берут налоги. А вы им вместо того, чтобы вот когда мой сын пришел... Давайте я возьму звонок, потом расскажу. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Анатолий, у меня к вам такой вопрос. Вы не пробовали написать в сочинении в России, на партия «Наш рулевой» о том, что партия не только не рулевой, а разрушитель всего того, в чем мы живем. Да. Но, к сожалению, наши дети попали в это же обстоятельство сегодня. Они должны выглядеть, именно выглядеть. Потому что не выглядеть, получаешь, как говорят, во всем местам, которые... Окей, вот знаете что, вы меня представите, оставайтесь на линии, не уходите, я вас прошу. Вот вы мне говорите, наши дети, наши дети. У меня двое сыновей. Одному 31 год, одному вот в августе будет 21. То есть у меня тоже есть дети, которых я тоже растил. Зачем мне рассказывать, какие наши дети? Я не рассказываю, я не рассказываю. Понимаете, меня не интересуют... То есть я могу только попытаться как-то уговорить родителей в том, что детей нужно воспитывать правильно. И тогда все будет в порядке. У меня сын занимается... Он сейчас вот пойдет в последний год колледжа. Я имею в виду синир в колледже. Да? И у него нет почему-то никаких проблем ни с политикой, ни с притеснениями, никакие демонстрации. Нет у этого. И занимается в колледже вот уже три года, слава богу, играет за колледж в футбол и занят делом, понимаете? И никуда он не бежит ни на какие митинги, он не бежит ни на какие демонстрации. У него есть цель в жизни. Так вот, если эту цель не воспитывать, вот тогда получатся вот такие дети, которых вы называете наши дети. Наши дети имеют родителей, и те родители, которые правильно себя ведут с детьми, получают нормальных детей. А родители, которые боятся сказать слово, чтобы, не дай бог, не потерять ребенка, ну вот, получаются наши дети. А партия «Наш рулевой», послушайте, партия «Наш рулевой», которая нас привела, мы уже знаем к чему, правда? Это мы уже знаем, а тогда попробовали бы вы с ними подспорить. Я получал по голове не один раз, когда я задавал неудобные вопросы. А зачем? Вот я не понимаю, объясните мне. А я хотел понять, но мне было непонятно, почему я должен думать так, как все. А, я понял. Почему я должен ходить с троем? Почему я должен говорить то, что мне сказали? Я понял. Поживали родители и чесали им голову, мне дома говорили, за какой род. Ну, правильно говорили, в принципе. Значит, не думай и не выступай. Это ж тоже один из элементов воспитания. Я не считаю, что ты имеешь какое-то право, что у тебя есть какое-то мнение, и ты не имеешь право его высказать. Это тоже нонсенс. Значит, это, да, это нонсенс, и поэтому вам давали в голову. А здесь дети, которые нормально. Вы поймите, здесь не нужно ни против кого бороться. Здесь нужно просто быть самому нормальным человеком. Здесь есть все возможности. Тут не нужно быть активистом, диссидентом. Тут не нужно быть пропагандистом. Тут просто, как говорит мой двоюродный брат, нужно тихо сидеть и зарабатывать деньги. Все. А вот эти вот... Ну, это один из способов. Это один из способов. Это единственный способ. А второй способ... Они не хотят все-таки куда-то идти, что-то... Окей, ладно, все, я это не хочу слушать, потому что человек, я не понимаю активистов, которые вечно хотят что-то знать. Это же не яролаж, это же не киножурнал. Хочу все знать, почему это, почему то. Да какая разница, почему? Потому что вы родились, к сожалению, в той стране, в которой это все пресекалось. Вот почему. А тем, что вы выпячивались, ну окей, ну что, и что вам это дало? Ничего. Сидели на кухне, жаловались на правительство и задавали вопросы. И ничего к этому... Это ни к чему не привело. Вот к чему я говорю. Что бороться... Нужно бороться за себя. Не за общество. Вот каждый человек, который борется за себя, потом из вот этих людей создается ячейка общества. Или само общество. И тогда все нормально. Все люди тянут в одну сторону. А от того, что вы сейчас будете кричать, там, долой царя, ну идите кричите. И что вам это даст? Ничего. Ровным счетом. Поэтому я никогда не призывал никого, никакому активизму. Я призываю к одному. Ребята, делайте правильно, поступайте по совести. Все. И не надо это выпячивать. Не надо кричать на каждом углу. Я демократ. Или я республиканец. Я там... Поступайте так, как вы считаете нужно. Но если вы поступаете так, как то, что привело нашу страну вот к этому, ну, значит, прошу прощения. Тогда в ней живите. А если кто-то поступает по-другому и голосует правильно, и поступает правильно, и как-то просто пытается создать свою жизнь, свою семью, вот и все. Тихо, спокойно, и все нормально. Не нужно бежать на баррикады. Это мы выросли в той стране, где постоянно кто-то с чем-то боролся. А здесь бороться не надо. Здесь нужно просто правильно поступать. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий, да? Да. Меня зовут Виталий. Здравствуйте, Виталий. Давно вас слушаю. Ну, время, когда я позволяю. Спасибо. Получается так, в общем-то, если все ваши передачи на вот подобного рода тему прослушают в течение, там, пяти часов или двадцати часов, вы довольно-таки десятикратный перевертыш во своих взглядах. Например? То, что вы... Минутку, я бы ее поговорим так, поговорим. Да-да, я слушаю, слушаю. Это действительно так, проанализировать. И вот то, что там люди говорят, рот закрывали на кухне, это как раз тоже перевертыши и тройные лицемеры. Вот, вы поймите, слово породило человека, слово и губит человека. Поэтому со словами нужно дружить осторожно. Нужно постоянно работать над тем, точнее, над программой. Анализ прожитого дня, программа минимум на завтра. И надо знать, что возле тебя есть товарищ, кто-то слабее, потому что все общество делится на флегматиков, холериков, сангвиников. Так, вы меня простите, это же радио, мы же с вами не на кухне сидим. Я не могу вам просто так дать возможность полчаса развивать свою мысль. Вашу мысль я понял. Вы меня назвали перевертышем. В каком смысле, вы мне так и не объяснили, но вы начали меня учить жизни. Значит, учить вы будете своих детей у себя дома. Ну, может быть, своих внуков. Меня учить не нужно. Меня уже давно воспитали. Вы научили и поставили, как говорится, на путь истинный. Поэтому все ваши учения не принимаются по одной простой причине. Вы не знаете меня, я не знаю вас. Поэтому давать какие-то советы человеку, о котором вы ничего ровно не знаете, это, по крайней мере, не умно. А говорить прописные истины, типа там, движущая сила комсомола, это критика и самокритика, я это не воспринимаю. Прошу прощения за это. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, вы прямо отец народов. Вы всем рассказали, родителям, как надо воспитывать. Так. И что? Ага, понял. О, еще один нашелся. Добрый день, говорите, пожалуйста. Анатолий, добрый день. Добрый она, да, добрый. Слушайте, а я, честно говоря, не очень понимаю, почему говорят, что там надо было обязательно быть против кого-то, за кого-то. Да я как-то там 30 лет прожила, и была сама по себе, и у меня как-то не было никаких особо больших проблем с этим делом. Абсолютно. Потому что, когда человек нормально идет на работу, и приходит с работы, и занимается своими делами, обычно никаких проблем не создается. Правильно, я делала, я говорила то, что я считала нужным, я делала то, что я считала нужным. У меня не было там всерьез никаких врагов. У меня единственное были враги, это те, кто пытались измениться, затащить в койку молодую девку. Ну, да. Это было по ее желанию. Вот это были единственные мои враги. Это могла быть проблема. У меня все было в порядке. Это могла быть проблема, Анечка. Спасибо большое. Итак, вот тот, который позвонил насчет отца народов, обожаю людей, которые вот зашел в комнату, испортил воздух и выбежал. А теперь пускай другие нюхают. Это, конечно, классический поступок настоящего человека. Насчет отца народов я вам скажу такую вещь. Я не отец народов. Я никого не учу тому, чему бы я не хотел, чтобы знали вот... То есть люди, в обществе которых я живу, вот мне интересно жить в обществе людей, которые действительно заботятся о себе, заботятся о своей семье и выбирают правительство, которое точно так же заботится о них и о их семьях. А те, которые выбирают правительство для того, чтобы получить какую-нибудь подачку, мне это не подходит, честно. Добрый день. Очень коротко, иначе придется подождать до после перерыва. Да, очень коротко. Вы меня отключили, я 30 секунд утравлюсь. Так вот, мне 64 года, у меня трое детей, 43, 39 и 31, пять внуков. Я закончил лет на училище, академии, научил 86 человек летать по всему миру в 63 странах. Я вас поздравляю. Я не знаю, на меня регалии абсолютно не действуют, честно. Для меня регалии, это всего-навсего регалии. То, что вы воспитали внуков, опять же, я не знаю, как вы их воспитали, я не знаю, как вы воспитали детей, я не знаю, вы научили всех летать по всему миру, я не знаю, если бы я спросил у этих людей мнение о вас, я не знаю, что бы они сказали. То есть, не обижайтесь. Я ничего плохого не имею в виду сказать. Я просто говорю о том, что мы друг о друге ничего не знаем. Итак, дорогие друзья, давайте мы продолжим это после перерыва. Уважаемые дамы и господа, мы, наверное, правильнее сказать, продолжаем неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина, так как мы уже имели, по крайней мере, я имел удовольствие с вами пообщаться в первом часе вообще нашей программы. Поэтому в эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Вы нас слушаете на радиоволнах 14.30 AM 99.1 FM. Как всегда, на нашей страничке www.radionvc.com, на нашей страничке Facebook Radio NVC, и на нашем YouTube-канале Radio NVC, где вы можете абсолютно спокойно, зайдя на канал, нажать кнопочку регистрация или subscribe, и получать все наши последние сообщения, программы и так далее. Опять же, ваши приложения, вернее, наши приложения на ваших электронных гаджетах. Если вы загрузите в ваши iPhone и iPad'ы наше бесплатное приложение, вы нас сможете видеть и слышать через ваши iPhone и iPad'ы. Ну, а если вы работаете с Android-платформой, пожалуйста, через ваш браузер выходите на нашу страничку и становитесь участниками нашей программы. Номер телефона в студии 847-400-5200. Итак, в эфире «Неполиткорректное» это шоу Сергея Зацепина, я его ведущий Анатолий Червец. В первом часе нашей программы мы, я думаю, исчерпали тему «Отцы и дети», и те, которые хотели меня понять, имели такую возможность сделать, те, которые со мной не согласны. Ну, что ж, я не собираюсь никого ни в чем уговаривать, я просто высказываю свою точку зрения, а там вы можете с ней делать, как вам заблагорассудится. Ну, а теперь хотел бы поговорить... Кстати, наш радиослушатель вели участники YouTube-канала, который мне задал вопрос по поводу Эндрю Вайсмана в первом часе. Прошу прощения, я не успел его осветить, но что я могу сказать про Эндрю Вайсман? Это человек, хотя человеком его назвать тяжело, потому что, ну, у этого человека практически нет ни стыда, ни совести, ни чувства какого-то человеческого. Из-за этого у него есть такая кличка, которая называется «Питбулл». К сожалению, я считаю, что это оскорбление пародии этой пародии собак, так как собаки, в принципе, ни в чем не виноваты, а вот он, конечно же, сам собой является «Питбуллом». Давайте примем телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что вот Миллерское расследование, вернее, его участие в этом расследовании, имело такую цель. Дело в том, что в основном расследование вели 19 человек, 14 которых были демократы. А единственное, кто был республиканцем, это только лишь Миллер. И то, как бы, неизвестно вообще, в республиканстве нет. Скорее всего, нет. В душе имею в виду. А вот именно его участие придало этому расследованию какой-то акцент независимого. И то, что он не смог ответить на вопросы об отчете, говорит о том, что полностью он не контролировал ситуацию, и, возможно, ему это подсунули уже в последний момент, когда уже этот отчет был готов. И то, что он не мог ответить, говорит о том, что он по-сернаку не читал, но гневно осуждает Трампа, я имею в виду. Вот так и получилось. Он никакого отношения к этому расследованию, мне кажется, не имел, поэтому он не мог ответить на поставленный вопрос. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Я, конечно же, частично с ним согласен. Единственное, что я думаю, что он, то есть, конечно же, вот именно этим расследованием, по моему понятию, по понятию многих аналитиков, профессиональных, конечно же, этим расследованием руководил вот именно тот человек, про которого я сейчас говорю, Эндрю Вайсман, и он как раз и фактически набирал вот эту команду адвокатов. То есть, там расчет шел на то, что, вы знаете, я вот изначально, я буду говорить только чисто про себя, изначально я подозревал тоже в то, что причина притягивания Малера к этому всему делу, это была его задача спрятать концы воду по теме того, как себя вела Хиллари, как себя вела ее предвыборная компания, как себя вел Коми и так далее. Вы знаете, чем дальше, поэтому я всегда говорю, хорошо быть умным, как моя жена потом. То есть, сегодня, анализируя эту ситуацию, я прекрасно понимаю, что, конечно же, он не был притянут для того, чтобы прятать концы в воду. Просто они, почему они притянули его, и почему стал Вайсман частью этого расследования? Значит, по двум простым причинам. Если вы возьмете историю рабочей деятельности Вайсмана, то есть Малера, а тем более Вайсмана, вы увидите, что это люди, которые... Кстати, я начал говорить о том, что у Вайсмана кличка Питбол. Так вот, ему эту кличку дали за то, что если этот негодяй, в полном смысле слова негодяй, за что-то или за кого-то уцепится, вырваться из его пасти очень тяжело, практически невозможно. И нам это доказали те действия, которые он проводил против руководителей компании Артур Эндерсон, где четверо человек... То есть, там были сумасшедшие нарушения со стороны FBI, там были прослушки незаконные, там была незаконная слежка, там было столько всего-всего незаконного, что для того, чтобы вот именно тогда спрятать концы в воду, всех вот этих просто, ну, бесчинств, Вайсман посадил вот верхушку этой компании, четыре человека, он их посадил. Причем, один из этих четырех человек просидел 23 года. Но, тем не менее, когда подали апелляцию в Верховный суд, вот представьте себе, насколько это было все, то есть, насколько это все плохо пахло, если единогласно все девять человек Верховного суда, из которых были и демократы, и республиканы, ну, будем говорить так, они не демократы, не республиканцы, они вроде бы как либералы и консерваторы, да? Так вот, все девять человек признали эти действия незаконными и отменили решение Нижнего суда. Поэтому, вот зная вот эти все послужные списки, причем, когда взялись за эту компанию, это взялся именно Вайсман, когда он взялся за эту компанию, работу потеряли действительно, там, тысячи и тысячи рабочих, или не рабочих, а работников этой компании. И никого не интересовало то, что эти люди остались без работы, они остались без бенефитов, они остались без ничего. Зато Вайсману нужно было сделать так, чтобы спрятать в воду концы вот этих его бесчинств. Добрый день, вы уехали. Анатолий, а вы не задумывались, но Вайсман понял. А как же суды Нижней инстанции принимали это на веру и давали такие сроки? А я вам скажу как. Это очень просто. Вот смотрите, как суд... Что у нас за суды? Это же что-то страшное. Подождите, подождите, подождите. У нас не суды страшные. У нас следовательские органы, вот в свое время, откуда получил суд Файза, почему, наверное, на основании чего они выдали ордер на прослушку? На основании документации, которая была подана следователями ФБР. То есть суд не должен разбираться в чем-то. В чем-то должны разбираться следователи. И когда следователи нарывают определенное количество компромата, вот тогда они идут в суд, и они говорят, вот у нас есть вот такие-то вот данные, на основании этих данных мы хотим получить разрешение на прослушку. Я с вами полностью согласен. Но, когда дело уже пошло в суд, почему это все вскрылось только в Верховном суде? Не, 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 не. Оно вскрыло... А, вы имеете в виду прошлую ситуацию, не теперешнюю? Да, прошлую ситуацию. Я не говорю про Файза-Кордж, я говорю именно про прошлую ситуацию, почему до Верховного суда надо было довести дело, чтобы девять судей единогласно приняли, что там невиновные. Я вам скажу, почему. Вот это меня... Да, 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 да. А пока по той же причине... В выборчале они делают карьеру. И это понятно. Они сделали карьеру на этом. Вы понимаете, суды, к сожалению, вот судьи, это люди не выборные, а назначенцы. И, конечно же, они делают все то, что нужно тем людям, своим хозяевам, которые их назначили. Причем они понимают, что их никто, в принципе, за это не уволит. Вот это безнаказанность. Тогда скажите мне, знаете ли вы или нет, можно ли отозвать судей? Они назначаются, назначаются президентом. Такие суди, как, знаете, девятый округ, там, шестой округ, они назначаются президентом. Да. И может ли, и сенат, сенат и подписывает президент. А может ли сенат и президент отозвать этого судя? Они могут, судья, да, судья может, судья можно объявить импичмент, но для этого нужны очень серьезные основания. Поэтому... Вы не считаете, тогда, извините, за то время, что я вас отнимаю, пожалуйста, а вы не считаете, что, допустим, тот же судья, который, надавая их, отменяет распоряжение, распоряжение президента, что его как раз и можно импичь? Допустим, вот таких судей, потому что это, в принципе, судебный бессмысленд. Вы понимаете, я понимаю, все, спасибо, послушайте по радио. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы поймите, точно так же, как мы, допустим, ну вот я считаю, например, себя республиканцем, да, и, конечно же, мне решение этого судей не нравится, но точно так же, ведь есть люди, которые абсолютно полностью согласны с решением этого судей, только потому, что вам не нравится это решение. Это не значит, что этого человека нужно убрать. Для этого существуют апелляционные судья, суды, и после этого существует Верховный суд. То есть, этому человеку могут объявить импичмент за те действия, которые будут признаны незаконными. А если судья выдает свое мнение, и это мнение подтверждает какими-то своими решениями, вернее, подтверждает какими-то своими мнениями, в этом нет ничего противозаконного, для этого его туда поставили. Отсюда вывод, почему Трамп так пытается усердно назначить как можно больше своих судей, потому что на сегодняшний день мы все прекрасно понимаем, что есть девятый суд, есть пятый суд, есть десятый суд в Вашингтоне, в Вашингтоне, и, кстати, в этом суде до недавнего времени было, опять же, назначение от Обамы. То есть, единственный вариант президенту как-то поменять, как говорится, в свою пользу, какое-то действие, это поставить своих судей, что каждый президент в принципе и пытается сделать, поэтому мы слышим, что есть судьи, назначенные Обамой, а этот судья еще был назначен бывшим, то есть, для этого это все делается. То, что нам не нравится, это в принципе не имеет, вот то, что вы у меня спрашиваете вопрос, не считаю ли я то, что этот судья, в принципе, мое мнение абсолютно здесь ни при чем, есть определенные законы, и этот судья, так как его назначили судить, он решает выдавая свои мнения, как говорится, на вид. Дальше, если его мнения не нравятся, и их апеллируют, и апелляционный суд эти мнения отвергает, все, на этом, то есть, вопрос решен. Если же апелляционный суд не может его отвергнуть, и тогда оно попадает в Верховный суд, и то, это еще не значит, что Верховный суд берет все дела, которые были отвергнуты, допустим, апелляционным судом, Верховный суд решает, что взять на рассмотрение, что не взять. Если они видят, вот, допустим, то решение, которое было принято по добавлению вопроса о гражданстве в ЦЕНС, в перепись, Верховный суд, они, в принципе, решение не приняли. Они просто сказали, ребята, вот вы нам дали апелляцию, вы нам подали заявление о том, что вы хотели бы, чтобы мы это взяли к рассмотрению. Мы на том основании, которое вы нам предоставили, мы не видим причины его рассматривать. Все. И его просто отправили обратно в Нижний суд или на изменение вот этой причины. Понимаете? то есть тут как раз судебная система работает очень четко. Вопрос только какие судьи принимают какие решения и нравится нам это или нет. Поэтому вы же понимаете, что если бы, например, судья пятого округа, гавайского, если бы они принимали решение в пользу Трампа, мы бы слова не сказали, правда? Одно зато демократы бы там на себе волосы рвали. То есть вот такая вот система, как говорится, checks and balances. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто хотела сказать, какое мне впечатление от всей этой комарине. Пожалуйста. Мне кажется, что эти слушания были затеяны для того, чтобы зародить у людей уверенность, что были какие-то контакты между Траповским Тимом и Рашей. Да. Потому что они все время перли на его сына, на зятя, на это самое, не правда ли это, не правда ли это. Но они не говорят о том, что было во много раз больше контактов хилерской команды и русской. Об этом они, конечно, ничего не говорили. Да. Но впечатление, я никогда не слышала Малера раньше, не видела его, я слушала это все по радио. И у меня, ну, как бы, ощущение такого позора на всю страну этого Малера. Он, ну, как говорится, то, что они прорепетировали между собой, между демократами и им, он все отвечал, да, конечно, разумеется, все так и было и так далее, без запинки, без заминки. А что касалось вопросов республиканцев, он же плавал, ну, полностью в этом, в собственном ГЭК, как говорится. Спасибо, Варен, спасибо. Ну, опять же, я с вами не могу не согласиться, вы, конечно же, правы. Единственное, что я вам скажу честно, я видел, что он точно так же плавал, когда давал показания демократам. Единственные три раза, четко, когда он отвечал, это когда Недлер ему задал вопрос, могли ли, правда ли это, что вы не могли оправдать Трампа, и он четко сказал, да, правда. Второй вопрос, считаете ли вы там, что, если бы вы, если бы не решение офиса, профессионального, офиса в legal council, не знаю, как это перевести на русский, по-русски сказать, но неважно, это офис, который следит за работой вот именно прокуроров и государственных прокуроров, и обвинителей и так далее, если бы не этот офис, могли ли бы вы, или хотели бы вы вынести ему обвинение, на что он четко сказал, да, но вот тут то, о чем я бы и хотел с вами обсудить эту ситуацию. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, скажите, имел ли трансзаконное основание, не обращаясь к Магану, уволить Недлера? Имел ли прав, не обращаясь к Маген? Конечно, конечно. Окей, значит, получается как, если он этого не сделал, о каком же препятствии правосудию идет речь? Абсолютно. Если он ничего не сделал. Абсолютно. Абсолютно. Поэтому ему задавали вопросы Малеру, скажите, вам Трамп мешал проводить расследование? Нет. Вам Трамп отказывал в предоставлении документов? Нет. То есть, вот они поэтому задавали эти вопросы? Это даже ведь не тот вопрос, а вопрос именно конкретно. Могли, могли он вас уволить? Вообще, могли он вообще прекратить все это дело? Да. Но, вы понимаете, смотрите, секундочку, я вам скажу, секундочку, тут, тут немножко такая скользкая ситуация. Вот смотрите, если бы, Трамп его может уволить, если бы он его просто уволил и тем самым закрыл следствие, это бы называлось препятствие правосудия. если бы Трамп уволил Малера за какое-то, например, за предвзятническое отношение в том смысле, что он нанял там 14 демократов-адвокатов, Трамп бы его мог уволить, но тогда он должен был бы назначить другого спецпрокурора. То есть, чтобы это не было препятствием правосудия, вы можете заменить одного на другого, но вы не можете уволить и закрыть следствие. Вот в чем дело. Окей, но опять же получается, какая получается разница, обратился ли он через кого-то или мог сделать это сам, если он не предпринял никаких решительных действий. Почему его продолжают обвинять в абстракции? Ну, потому что... Это демократия, честно. Все, спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Я просто хотел обратить ваше внимание, я смотрел вторую часть, которая была в Седаке, и у него хорошо дрожала правая рука. Конечно. Вы знаете, особенно, когда задавали вопросы республиканцы, я прямо все в диване смотрел на руку, и она у него хорошо дрожала. Да, 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 да. Спасибо большое. Вы понимаете? Говорите, пожалуйста. Да, Толик, привет, Олег. Привет, Олеж. Ну, конечно, я этот цирк вчера смотрел от начала и до конца. Так, Олежка, 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 тебя спроси. Мне нужно было тебе задать вопрос. пожалуйста, пожалуйста. Хочешь, задавай? Почему я упомянул Джим Джордан, а он сказал, два с половиной года вытянули, когда захвоз, и ничего. Так вот, теперь я тебе задаю вопрос. Два с половиной года тянули, когда захвоз. Потом опубликовали там кусок репорта, потом весь репорт, потом, потом, потом слушание Малера. Да. А что дальше? О чем СМИ будут дальше говорить? Будет ли продолжение вот этой бодяге вокруг этого репорта? Как придут? Нет, смотри, что они, они уже все заявили. Значит, с Малером на этом деле покончили, Мавр сделал свое дело, Малер может уходить, но Недлер уже быстренько объявил о том, что это только начало. Вот. Поэтому, но ты понимаешь, Олежка, я тебе скажу, если человек уже прошел, как говорится, гражданскую и отечественную войну, то какую-то локальную драку в ресторане он уже пройдет без проблем. Понимаешь? Ну, значит, мы с тобой на одной волне, потому что я вчера тоже самое сказал. Мы с тобой на волне 14.30 А.М. Да. Да. Давай, до завтра, дорогой. Давай. Вот. Так вот, к чему я хотел, что я хотел сказать? Значит, я хотел сказать такую вещь, что Малер, давая показания, если вы, ну, вот заметили, абсолютно правильно, у него дрожала правая рука, у Малера очень серьезная была вчера проблема в том, что есть такое понятие по-английски, what's good for the goose is good for the gender. то есть, то, что годится одному, должно годиться и второму. Так как Малер посадил четырех человек за чисто процессуальное нарушение, вы поймите, ведь Малфор, Мэрафорд, Флинн, Коуэн, Пападаполос, который отсидел две недели, это все были люди, которые были обвинены в процессуальном нарушении, то есть, так как сказал Малер, за то, что они лгали следствию, понимаете, то есть, мы же все прекрасно знаем, что ни один из тех людей, которых Малер обвинил и посадил, ни один из этих людей не был посажен за связь с русскими, за то нарушение, которое якобы Малер расследовал, понимаете, теперь, вчера, давая показания под присягой, тех из вас, которые заметили, то есть, чтобы вы не подумали, что он это сделал случайно в первый раз и потом сам себя поправил, все те, которые об этом говорят, это чисто люди, которые просто не понимают о том, о чем они говорят, значит, когда Малер в самом начале слушаний Джерри Недлер задал вопрос, судя по вашему репорту, вы оправдали Трампа, мог Трамп быть оправдан? и Малер сказал нет, так? Теперь, вы понимаете, что за это, за один этот ответ он мог быть привлечен к процессуальному, за процессуальное нарушение, почему? Потому что он не, в его компетенцию не входило экзонерейшн, или оправдание, окей? Теперь, но за то, тем, что он это сказал, вот потом, во второй части первых слушаний, он потом, первое, с чего он начал, он зашел в комнату заседания и сказал, я хочу внести поправку, я не мог, я не обвинил Трампа, нет, прошу прощения, у него был задан вопрос, если бы не директива там офиса сверху, могли, могли ли бы вы обвинить Трампа в препятствии правосудию, вот так это был задан вопрос, и он сказал, да, мог бы, то есть, он этим дал понять, что если бы не директива сверху, он бы обвинил Трампа, но, когда он вернулся, он первым делом сказал, я должен нести поправку, я не обвинил Трампа, не потому, что была директива сверху, а я не обвинил Трампа, потому, что у меня не было достаточно улик и доказательств, но, ведь об этом уже сегодня никто не говорит, все говорят только одно, Малер сказал четко и ясно, что если бы не директива сверху, он бы вынес обвинение Трампу, понимаете, вот в чем игра вот этого процесса, им, демократам, абсолютно не нужен был Малер, их абсолютно не интересовало, что, как и когда происходило, им нужны были вот такие вот вбросы, где потом, после окончания слушаний, вот эти вбросы демократы теперь будут пережевывать как корова жвачку, понимаете, и уже никто не помнит о том, что Малер внес поправку в этот ответ, и уже никто не помнит о том, что Малер не имел никакого права оправдывать неоправку, понимаете, но зато он Недлеру сказал, когда Недлеру его спросил, первый-первый вопрос, могли бы вы оправдать Трампа, и он сказал, нет, все, точка, вот это то, что нужно было демократам, их потом уже не интересовало, что он отвечал, он делал свое дело всем тем, которые считают, что он несчастный, что он потерянный, что он никакой не несчастный и никакой не потерянный, он четко делал свое дело, он давал вот эти так называемые talking points или вот эти лозунги, которые потом демократы уже сейчас используют как бы в подтверждение того, что вот мы еще будем расследовать, нам же Малер сказал, что он не мог оправдать Трампа, да, сказал, нам же Малер сказал, что если бы не директива сверху, он бы ему предъявил обвинение, сказал, значит, в этом что-то есть, значит, вот это 10 причин препятствия правосудия, которые Малер привел в своем репорте, это причины к импичменту, но никто не говорит о том, что ни одну причину, которую задал любой из республиканцев, ни на одну из этих причин Малер не дал ответ, он просто говорил, я не могу, идите, смотрите в мой репорт, все, а ведь причины интересные, какие у него были 10 причин того, что он препятствовал правосудию, чем? Тем, что он уволил Коми, он имел на это полное право, абсолютнейшее полное право, он его уволил, и на место Коми пришел другой директор ФБР, тем, что он хотел уволить этого Малера, ну что, вы должны понять, что мысли и желания не являются криминальным действием, только потому, что я подумал, что было бы неплохо уволить Малера, это еще не, как говорится, талоны на галоши, это еще не галоши, это не является никаким криминальным действием, оттого, что я три раза, это, кстати, из десяти причин, три из них были одни и те же, он три раза говорил Мегену, якобы, все-таки надо его уволить, это раз, и второе, он пытался уговорить Сэшенс выйти из своего вот этого самоустранения, какая же это, какие же это препятствия к правосудию, человек самоустранился, Трамп ему говорит, слушай, ты, я же тебя назначил генеральным прокурором не для того, чтобы ты самоустранялся, я же тебя назначил быть генеральным прокурором, понимаете, то есть, никакой причины препятствия правосудия здесь близко нет, добрый день, вы в эфире, добрый день, я немножко прослушала, о чем вы сейчас говорите, я так поняла, что про Сэшенса, наверное, но когда я вчера смотрела этого Мюллера, у меня было такое ощущение, что он вообще маразматик, было такое ощущение, что глаза, выражение лица, то, как он медлил, то, как он заикался, запинался, вы знаете, я, значит, одно из двух, либо он гениальный, гениальнейший актер, либо он действительно уже потихонечку, как говорится, идет по направлению, ощущение, что у него явно артистский маразм, вполне возможно, я вам скажу честно, я не психиатр, но я бы с вами согласился, спасибо большое, понимаете, то есть, вот вам разница, то есть, вот это все то, на что опираются демократы, поэтому людям уже наконец-то начинает постепенно надоедать, то есть, мы все прекрасно понимаем, что полосы находятся под страшнейшим давлением, с одной стороны, это недлор, и реклама, кстати, у нас даже есть реклама, дорогие друзья, о которой я так как-то запамятовал, давайте мы прослушаем пару слов рекламы, потом вернемся и обсудим, итак, мы возвращаемся в программу Неполиткорректное ток-шоу, номер телефона в студии 847-400-5200, у нас есть звонок, добрый день, вы в эфире, здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, а как вы считаете, все эти господа знают, что ведется следствие по поводу многих, как они вообще реагируют на это? Ну, я вам скажу, вот поэтому они и так торопятся, потому что тут сейчас идет гонка, кто первый добежит до финишной прямой, поэтому пока идут расследования со стороны республиканцев, демократы пытаются как-то добежать до этой финишной прямой, но проблема в том, что у них по дороге такие препятствия, что вряд ли они их смогут преодолеть, это так, это чисто мое мнение. Вот смотрите, я вам хочу привести еще у нас не так много времени, но я вам хочу привести еще несколько примеров того, как себя ведут демократы и о чем сегодня вообще никто не говорит, почему-то. Значит, во-первых, те, которые следят за этим очень внимательно, в 18-м году, по-моему, это было, если я не ошибаюсь, по-моему, то ли в марте, то ли в мае 18-го года, когда выступил Рад Разенстин, если вы помните, когда Малер решил обвинить там, по-моему, 12 или 13 российских компаний в вмешивании в предвыборную компанию, в вмешательстве. И Рад Разенстин зачитал обвинительные приговоры о том, что вот обвиняются таких-то 13 юридических лиц, это название российских так называемых троллей или их фирм, и вот эти обвиняются, и эти обвиняются, в общем, всех обвинил, причем прекрасно понимая, что это ни на что не влияет, потому что ну, обвинил, обвинил, кого это интересует, Россия им не выдаст своих, а так ляпать языком можно ляпать, но в это же время, когда он объявлял вот эти обвинения, в конце он зачитал такое постановление, которое говорит о том, что ни одна американская фирма и ни одно американское юридическое лицо, как и формальное лицо, не были уличены ни в каких вмешательствах по поводу предвыборной кампании, и почему-то никто об этом не говорит, то есть еще в прошлом году уже было сделано такое постановление о том, что никто из американских ни фирм, ни компаний, ни лиц не был замешан или пойман или признан виновным во вмешательстве в предвыборную кампанию Трампа. Это раз. Дальше давайте возьмем репорт Малера, в котором четко и ясно написано, что после тяжелой, изнурительной и тщательной работы мы не нашли никаких доказательств того, что какое-либо юридическое или физическое лицо было замешано в сговоре с Россией. Это в репорте Малера. Но почему-то никто об этом не говорит. Ни один демократ об этом не вспомнил, хотя обсуждали вчера очень так тщательно, якобы в кавычках, рапорт Малера. Почему же об этом никто не вспоминает? Но зато они четко говорили, что Трамп был уличен Малером в 10 случаях препятствия правосудию и что Малер сказал сам, что он, у него были доказательства того, что Трамп и его предвыборная компания участвовали в сговоре с Россией. Где эти доказательства? А какие доказательства? О чем? О том, что вот эта Наталья Весельницкая, адвокат из России, была замешана и была оплачена вот этим Fusion GPS, о том, что этот, как его, Флэн в качестве состава, в составе, находясь в составе администрации во время переходного периода от одной администрации к другой, встречался с российским представителем, да, он об этом не сказал Малеру, но в чем является сговор? В чем? В том, что во все времена и во все, при всех администрациях, когда идет этот переход власти от одной администрации к другой, представители новой администрации встречаются с послами, обсуждают там определенные какие-то условия, какие-то продления или окончания каких-то договорных обязательств, это же нормально, это абсолютно нормально, но об этом ни одна демократическая сволочь, прошу прощения, слова не говорит, понимаете? И вот зато сейчас интересная вещь, Недлер, не успели закончиться слушания, уже выскочил Недлер и уже сказал вот теперь мы получили подтверждение наших догадок и домыслов о том, что Трамп и его администрация участвовали в прямом сговоре с Россией. Какие? Какие вы получили доказательства? Где? Что вы получили от Малера? То, чего вы не получили от его рапорта? Ничего. Никаких новых доказательств не было предъявлено. Никаких новых доказательств не было предъявлено по поводу препятствия правосудия. Ничего же нового не было сказано, но зато теперь нам сам Малер сказал, что он бы лично не смог оправдать Трампа. Ну и что? Ну не смог, и никто его и не просил в принципе. Никто не спрашивал его мнение. Кстати, люди, которые опять же, вот если вы понимаете эти нюансы в слове exoneration или оправдание или acquittal, есть такое понятие в суде. В суде нет понятия exonerated. Нет такого понятия. Значит, когда человеку предъявляют какие-то претензии по поводу нарушения каких-то законов, состоится суд. В этом суде будет, например, принято решение о том, что этот человек невиновен. Знаете, как этот человек, то есть, как называется процесс признания этого человека невиновным? Aquiral. То есть, с него снимаются все обвинения. Просто снимаются обвинения. Его никто, даже суд, его не оправдывает. С него снимаются обвинения. Разницу чувствуете? Так вот, демократы этой разницы не чувствуют. Демократы спросили у Мауэра, могли бы вы снять обвинения, могли бы вы оправдать Трампа? Как он должен его оправдывать? Как? Оправдать Трампа это значит сказать, ну вы понимаете, да, он это сделал, но вот у него есть оправдательная ситуация. Ему кто-то пистолет поставил к башке и сказал, если ты сейчас это не сделаешь, мы нажмем курок. Вот это оправдательный оборот. Когда с человека снимают обвинения, его не оправдывают. С него вот именно снимают обвинения, то есть acquit. Все. Вот поэтому прошу вас, держите это у себя в голове, потому что каждый раз, когда вы будете слышать вот этот термин «можете ли вы exonerate президент?» это уже абсолютнейшая галиматья. Все, точка. А уже дальше оттуда идет чисто вот это вот прибамбасы демократов, как они играются со словами. Эдам Шеф вообще обещал, что у него вот, у него в руках есть доказательства вины Трампа. Вот они. И в свое время он их представит. Как вы думаете, если бы они у него были вчера, это не был самый удобный случай представить вот эти доказательства. Если бы они у него были, вдруг теперь он меняет свои решения, свои показания, свое поведение. Вот о чем мы говорим. Дорогие друзья, к сожалению, на сегодня наше время истекло. Хочу только вам напомнить, что завтра в 12 часов дня начнется программа «Народная трибуна», которую буду вести я и Олег Патлах. Так что присоединяйтесь к нам завтра. Ну а сегодня оставайтесь с нами, еще будет очень много интересного. Спасибо огромное всем, кто был с нами. «Народная»